В эфире новости на шестом канале. В студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Вход людей категорически запрещен. Объект подлежит сносу. Такая табличка красуется уже не первый год на одном из домов Кольчугина. Тем не менее, там живут люди и расселять их никто не торопится. И таких домов в городе 14. Наша съемочная группа отправилась в Кольчугинский район. И как выяснилось, эта проблема далеко не единственная, из-за которой страдают местные жители. Константин Миронов расскажет подробности. Вот все, вон гнилой все. Посмотрите. Все. Вон все отлетает. Ой, а там вообще все. Как пакли. Уже все разрушается. Страшно находиться. Страшно. Вот если нижний этаж будет тратить силу, дом может рухнуть в одну минуту. Это страшно здесь. Жить невозможно от проживания. Эта пожилая женщина может проткнуть стену своего дома пальцем. И здесь нет ничего удивительного. Этим стенам и перекрытиям почти 120 лет. Как они до сих пор стоят, не понимают ни люди, не специалисты. Шесть лет назад дом частично обрушился. Но даже после этого местные власти не признали его аварийным. А поставили в очередь на капитальный ремонт. Какой смысл у этого капитального ремонта вкладывать такие деньги? Почему они не могут нас поставить в программу ветхого аварийного жилья? А этот дом признали аварийным в прошлом году. В одной из его квартир живет мама с двумя маленькими детьми. Один из которых инвалид. От отчаянно у женщины уже опускаются руки. В квартире нет ни воды, ни канализации. Поэтому даже просто вымыть своих малышей для Екатерины большая сложность. Женщина, как и все соседи, пишет письма чиновникам и в надзорные ведомства. Ей даже пришел ответ за подписи главы администрации Максима Борошенкова. В нем обозначен даже конкретный срок, когда дом расселят. Но истекает он буквально на днях. А из администрации тишина. Неужели глава не сдержит свои обещания? Максим Юрьевич по распоряжению уточнил дату до 31 декабря 2017 года. Должен расселись. В результате уже 5 декабря везде ходила в Кольчугинскую администрацию, Владимирскую администрацию. Бывшему нашему губернатору Орловой Светлане Юрьевне писали. Везде отказ в прокуратуру Владимирскую, в Кольчугинскую прокуратуру. То же самое. Везде один отказ был. На территории Кольчугинского района 14 похожих домов. Некоторые уже признали аварийными. Но ситуацию это не меняет. Людей не переселяют и риск однажды не выйти из своей квартиры с каждым днем все больше. Тем, кто активнее других, пишет письма в разные инстанции, предлагают маневренный фонд. Но по словам людей, он не сильно отличается от их жилья. Причем переселиться горожанам предлагают на село. А как водить детей в школу и сад? И что делать с работой? Об этом, кто сидят в мягких креслах теплых кабинетов, возможно, даже не задумываются. Наш дом с 2012 года признан аварийным и снял с баланса. Но мы до сих пор никак не получим квартир. Хотя по закону в течение полгода нам должны были предоставить квартиры. Но вот уже шесть лет мы не можем никого добиться никакой справедливости. Ни ответа, ни привета от нашей администрации нет. Очень даже страшно. Страшно из-за того, что у нас вот несколько квартир не живут, а приходят бомжи и костры устраивают. Вот в шестой квартире подожгли, благодаря тому, что дома царел, там все царело, оно не загорелось, только задымилось. Вместе с собственниками о стену чиновничьего равнодушия бьются и общественники. Они знают, как оформлять документы и куда их направлять. Но это никак не влияет на ситуацию. Людям отвечают, ждите. Денег нет. К сожалению, мы не можем добиться администрации никакой положительной динамики в решении этих вопросов. То ли дело принципа, то ли дело нежелания работать. И постоянно обвинять кого-то, что нет финансирования, не оказывается в бюджете денег, средств именно на расселение на аварийный фонд жилья. Но это глупость. На самом-то деле ситуация совершенно другая. Но в администрации района почему-то уверены, что очереди на жилье у них нет. Говорят, в этом году обеспечили две семьи квартирами. И вроде как работают в плановом режиме. Свои вопросы мы хотели адресовать лично главе администрации, тому самому Максиму Борошенкову, который обещает расселить один из домов до конца 2018 года. Но на месте в рабочее время мы его не застали. Нашу съемочную группу встретил первый зам, который, как выяснилось, только в общих чертах в курсе проблемы. Поэтому ответил как истинный чиновник. Соответственно, будет проводиться работа в рамках расселения аварийного жилья, включая следующий год, начиная со следующего года. Впрочем, для кольчугинцев проблема аварийного жилья лишь одна из целого списка наболевших. Этим летом весь город страдал из-за замены теплотрассы, который питает один из самых многочисленных микрорайонов города. Тогда, говорят, местные жители раскопали полгорода, а работы не велись, потому что проект оказался неуполнимым. И подрядчик долго ждал, когда внесут изменения. В это время у одних были перебои с горячей водой, а другие просто не могли пользоваться привычными маршрутами из-за раскопа. И даже это русские люди выдержали бы, если бы работы доделали. Но, как мы видим, на календаре декабрь. А на улице Кабельщиков, где в частности велись работы, до сих пор разруха. Никакого благоустройства, после себя подрядчик не сделал. И администрация почему-то закрыла на это глаза. А теперь также, по всей вероятности, не замечает просьбы жителей. 20 числа мы обратились в администрацию с просьбой организовать встречу главы администрации с населением, чтобы своевременно решить вопросы по объявлению конкурса, по ремонту нашей дороги и одновременным решением проблемы с талами и ливневыми водами. Но на сегодняшний день, вот сегодня 5 число, честно говоря, я никак не могу выяснить, будет ли такая встреча. Вообще, кто-то организовывает ее, занимается ли кто этой проблемой. При этом, как выяснилось, первый замглавы даже не в курсе того, что работы не доделали. Нам это показалось странным. Ведь даже на сайте администрации написано, что именно Мустафин отвечает за обращение граждан. По его словам, администрация активно работает и реагирует на просьбы людей. Как же понимать то, что мы увидели? Работы выполнялись в рамках проекта и реагирование на просьбы жителей. Насколько я помню, в очень короткий период были восстановлены проходы, мазки и так далее. То есть просьбы и желания жителей выполнялись. Полтора недели они не могли попасть. Ну, я сейчас не готов говорить про сроки. Впрочем, людей ответ Мустафина не удивил. Ведь в таком маленьком городке, как Кольчугина, все все про всех знают. И люди говорят, что как только у района сменился глава, а Борошенков когда-то работал на местном заводе, посты в администрации стали занимать его знакомые и бывшие коллеги. Среди них и Мустафин, который до того, как сел в кресло зама, работал металлургом. Впрочем, о компетенции руководства Кольчугинского района судить не нам. Мы лишь просим прокуратуру обратить внимание на этот сюжет, чтобы дать объективную оценку действий местных властей и положению людей, на которых вот-вот может обрушиться потолок. Константин Миронов, Егор Хырпко и Артем Горчаков. Шестой канал. ДТП в Судогодском районе. Там перевернулся бензовоз. Благодаря грамотным действиям полиции и МЧС удалось избежать серьезных последствий. ЧП произошло около двух часов дня между деревнями Мичурино и Смыково. По предварительным данным МВД, 55-летний водитель управлял бензовозом «Мерседес-Бенц» с прицепом двигался в сторону трассы М7 и не справился с управлением при повороте. В результате бензовоз и прокинулся и съехал в кювет. При этом произошла утечка дизельного топлива из емкости. Речь может идти о 20 тоннах огнеопасной жидкости. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства, в том числе от регионального МЧС. В ликвидации последствий ДТП участвовали 9 человек и 4 единицы техники. Чтобы не допустить возгорания большегруза, спасатели создали пенную завесу. Вот как два часа назад это происшествие нам прокомментировала пресс-служба полиции. В данном ДТП никто из участников ДТП не пострадал. В настоящее время полицейскими осуществляется оцепление места происшествия. Сотрудники МЧС проводят мероприятия по предотвращению возгорания. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Вместо воды керосин. Жители Восточного района Владимира массово начали жаловаться на качество водопроводной воды. От нее с 11 декабря идет резкий запах. Люди боятся пить эту воду и даже умываться. А тем временем сотрудники водоканала уверяют, что она безопасна для использования. Что же случилось с водой и когда исчезнет этот запах? Расскажем далее. Вода у нас уже пахнет больше суток. Она белая под светом, отличается от того, какая была ранее. Она очень сильно пахнет. Мы не купаем детей, не купаемся сами. В семье Екатерины больше суток боятся пользоваться водопроводом из-под крана. Вместо прозрачной воды течет белая жидкость. Молочный осадок видно даже невооруженным глазом. Плюс от воды идет резкий запах химикатов. Готовить приходится только на фильтрованной воде. Чтобы напоить детей чаем, воду не только кипятят, но и очищают. Крану малышей даже не подпускают. Мы умывались кипяченой водой, чистили зубы только из чайника. Позвонила я в водоканал. В водоканале сказали, что произошел выброс в реку Нерль. И что они добавили каких-то реагентов в воду. Что уверили меня, что все безопасно. Что детей можно купать, чистить зубы и так далее. Но сегодня пришла информация, что обнаружили в воде какие-то удобрения. И что детей не купать и не умываться, и зубы не чистить этой водой. Резкий запах от водопроводной воды почувствовали не только в семье Екатерины. 11 декабря на качество воды из-под крана начали массово жаловаться жители Боголюбова, Фрунденского и Октябрьского районов Владимира. В общем, все потребители, которые получают воду из водозабора Нерли. Кто-то говорил, что из-под крана течет маслянистая жидкость. Кто-то жаловался на едкий запах керосина или бензина. У кого-то в кране вода поменяла цвет. В сети появилась информация, что утечка вредных веществ случилась из фермерского хозяйства под Владимиром. Успокоить людей и объяснить причины неполадок могли бы специалисты МУП Владимироводоканал. Но они общаться с журналистами отказываются. Муниципальное предприятие, которое отвечает за качество водопроводной воды, ограничилось лишь сухим пресс-релизом. 11 декабря в реку Нерль произошел сброс органических соединений неизвестного происхождения с резковыраженным запахом. В настоящее время качество воды в реке Нерль соответствует нормам. Вода, подаваемая потребителем, имеет стабильное качество и соответствует стандарту доброкачественной питьевой воды. При этом сотрудники водоканала напоминают, что воду перед употреблением все же необходимо кипятить. Ну а владимирцы продолжают закупаться бутилированной водой, доверяя больше собственному обонянию. Тем временем на место сброса органических соединений уже выехали сотрудники Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. Первые данные уже есть. То, что мы опасались, если он не подтвердился, опасались на эту анализацию, запах, на что люди жаловались, он у нас превышает. То есть, при норме 2, он у нас показал 3 балла. Рекомендации, конечно, по возможности, использовать бутилированную воду в приготовлении еды еще, в течение ближайших суток. Для того, чтобы получить более точные данные сотрудникам Роспотребнадзора, понадобится еще несколько дней. Откуда был источник выброса и что именно сбросили в НЭРЛ, специалистам только предстоит выяснить. Валерия Саенко, Артем Горчаков, Шестоканал. Больше 20 сотрудников завода «Соливановская вода» во Владимирской области не получили зарплату за несколько месяцев. Отдельным работникам завод задолжал около 40 тысяч рублей. Люди оказались в настоящей долговой яме. У рабочих предприятия нет возможности заплатить за кредиты и вернуть долги. Ситуацией разбирался Алексей Думнин. Эти люди не живут, они выживают. Долги, кредиты, мидерная зарплата, которую еще и задерживают, с этими проблемами столкнулись десятки жителей деревень и поселков Соливановского района. Все они работают на предприятии «Соливановская вода». Среди тех, кто вынужден жить на копейке, и Галина Фролова. По ее словам, заводу она отдала почти три десятка лет. Но теперь ее семья вынуждена жить практически натуральным хозяйством. Предприятие задолжало ей зарплату за три месяца. А ежемесячный заработок в пять тысяч рублей просто не оставляет выбора, кроме как перейти на подножный корм, рассказывает Галина Фролова. Материальное положение это даже хуже нищеты. Картошку едим, грибы едим, то, что мы своим огородом запасли. Вот едим. Но нам надо еще и коммунальные заплатить. Нам надо купить хотя бы порошок, мыло, средства гигиены. Вот так мы и живем. Долги по зарплате у завода и перед другими работниками. Сумма задолженности в конкретных случаях варьируется в пределах от 8 до 40 тысяч рублей, рассказывают рабочие. По их словам, они вынуждены даже брать в долг продукты в местных магазинах. Некоторые уже задолжали почти 20 тысяч рублей. Сумма по местным меркам очень значительная. Немаленькие суммы теперь висят на них. И на нас тоже, на продавцах нас спрашивают. Нам тоже жалко их, им жить как-то надо, что-то кушать надо. Люди-то работают. Работники пытались решить свои проблемы с руководством завода. Но дальше обещание дела не продвинулось, рассказывают сотрудники. Людям пришлось обращаться в прокуратуру и в трудовую инспекцию. Нам присылали ответы, то, что все присылают в Москву. Из исполнительного комитета Владимира присылали, звонили, то, что хотели приехать сюда и не нашли, ну, типа, бухгалтерию проверить. И отправили все документы в Москву. Подавали, писали мы прокуратуру Сливановского района, прокуратуру Владимирской области, прокуратуру Зеленоградской, Зеленограду писали. Везде нам отвечали. Ну, как, они работают с этим. Группа компании «Сливановская вода» занимается выпуском минеральной воды и поставляет свою продукцию по всей России. Главный офис компании-производителя находится в Зеленограде. Поэтому надзорные органы перенаправляют запросы по месту регистрации компании-производителя, рассказывает директор по производству завода в Сливановском районе. Насколько я знаю, руководство компании, которое находится в Зеленограде, везде уже вызывали и в Следственный комитет, и в прокуратуру. Везде они дают ответы. Какие, я не знаю. Для того, чтобы получить ответы на вопросы, наша съемочная группа позвонила руководству компании «Сливановская вода». По словам ее гендиректора, долги по зарплате уже выплачиваются, а задержки связаны с накопившимися задолженностями предыдущего руководства. На сегодняшний момент текущая заработная оплата выплачивается. У нас образовалась задолженность за несколько месяцев. Это образовалось из-за того, что закрыты счета банковские за долгов перед налоговыми. В ближайшее время эта ситуация исправится, и задолженность по зарплате будет выплачена. А пока руководство компании пытается разобраться в непростой ситуации, людям остается верить, что выражение «долг платежом» красен. Для их работодателей не пустые слова. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал. Более 5000 злостных должников за электричество в городе Александрове. Энергетики совместно с судебными приставами провели рейд в районном центре. Они пришли в квартиры неплательщиков, в отношении которых уже вынесены судебные приказы. Должники свою платежную недисциплинированность объясняли традиционно денежными трудностями. Нередкие случаи, когда уже после отключения за неуплату люди самовольно подключаются к электропитанию. В этом случае электричество отключают повторно. Вновь пломбируют счетчик, а хозяев квартир штрафуют. Причем часто бывает, что долг составляет, к примеру, чуть более 2000 рублей. За самовольное подключение ждешь штраф до 10 тысяч. За день рейд энергетики и судебные приставы посещают от 5 до 8 адресов. Там, где владельцев не застали, оставляют повестки и долговые квитанции. Неплательщиков призывают погасить долг. Но если убеждения не действуют, приставы могут арестовать имущество. Скорые энергетики совместно с судебными приставами отправятся к должникам в Ковровском, Муромском, Петушинском и Кержачском районах. У должников этих территорий еще есть время заплатить по счетам. А сейчас коротко о других новостях. Сдайте оружие и живите спокойно. Жители области могут добровольно сдать имеющееся у них на руках огнестрельное, газовое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Речь идет о незаконно хранящемся арсенале. Добровольная его сдача освобождает гражданина от уголовной ответственности. Мало того, поощряется материально. За один патрон можно получить от 4 до 25 рублей, а за единицу сданного оружия до нескольких тысяч, в зависимости от его вида. Оружие принимается райотделами полиции, мероприятия носят профилактический характер и проводятся в целях пресечения преступлений, связанных с использованием оружия. Реновация территории Соловьиного пруда жители поблагодарили мэрию за еще одно благоустроенное общественное пространство. Водоем очистили, пешеходные дорожки заасфальтировали, поставили скамейки, сделали спортплощадку с безопасным покрытием. Теперь здесь хорошо отдыхать и летом, и зимой. В то же время встречаются странные просьбы. Одна жительница попросила убрать несколько фонарей. Неожиданно, учитывая, что количество световых объектов соответствует нормативу. В целом, можно говорить, что пруд спасен, засыпать его не будут, чтобы потом на этом месте построить многоэтажку. А ведь именно такие слухи ходили всего несколько лет назад. Проголосуй за Владимир на интернет-сайте «Город России. Национальный выбор». Открыто голосование за самый символичный, красивый и узнаваемый город России. Проект знакомит с историей и культурой областных центров. Предлагает уникальные фотографии, описание достопримечательностей и памятников архитектуры. Голосование ежегодное. Участвовать в нем до конца декабря может любой пользователь сети. У каждого владимирца есть возможность поддержать родной город. Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в сутки. Регистрация на сайте не требуется. Но для защиты от накруток организаторы ввели один барьер. После того, как вы нажмете кнопку «Голосовать», сайт предложит картинку с недостающими пазлами. Голос засчитывается только после того, как картинка будет собрана правильно. Владимир пока в этом голосовании в середине занимает 43-е место из 85-ти. Станет ли наш город национальным выбором, будет известно 30 декабря. Урок безопасности на свежем воздухе. Сотрудники МЧС провели для учеников Суздальского района показательное выступление. Школьникам рассказали о правилах поведения в осенне-зимний период. Также спасатели продемонстрировали ребятам технику, которая есть в арсенале у тревожного ведомства. Тему продолжит Игорь Липский. В сельском поселении Боголюбовское Суздальского района у местного дома культуры сегодня пожарный гарнизон. Нет, здесь не произошло возгорания и не проводится эвакуация. Спасательная техника в роли наглядного пособия. Спасатели показывают местным школьникам оснащение автомобиля и рассказывают, как из него тушить, если пожар. До 10 литров в секунду, вот здесь вот есть отметки 0, 5, а до 20, 0, 5, 10, 15, 20, это вот у этих до 10. Когда давление идет в ствол, очень сложно его удержать. В преддверии зимних школьных каникул сотрудники МЧС начали проводить акцию «Безопасные каникулы». Спасатели рассказывают ребятам правила безопасного поведения. 18 школ Суздальского района, около 200 участников, и это только за сегодня. По словам инспектора отдела профилактики, в планах провести эту акцию по всей области. Мы с детьми проводим беседы, учим их безопасному поведению. Это и катание на коньках, допустим, на тех же самых там ватрушках, либо просто дети будут оставаться одни дома. То есть определенные правила безопасности. И плюс еще знакомим с пожарной техникой и с профессией пожарного и спасателя. Перед школьниками автомобиль для ликвидации последствий ДТП. Спецтехника здесь не из запасников МЧС. Это действующая боевая расчетная единица, которая снабжена всем необходимым. Здесь и пенообразователь, предназначенный для тушения бензина, и специальные гидравлические кусачки. Незаменимая вещь при спасении людей из искореженных после ДТП машин. Я узнал нового, что есть квадроцикл у МЧС «Телс». Он очень высокопроходимый, и он принимает, и им действует для того, чтобы тушить в трудодоступных местах пожары. Иногда даже бывают лесно-торфяные пожары, и они даже иногда горят зимой. В местном Доме культуры сотрудники Главного управления МЧС подводят итоги работы спасателей Сузовского района за 2018 год. Результаты положительные. Достичь их помогают в том числе и добровольческие охранные организации. Приятным сюрпризом стал концерт творческих коллективов Сузовского района. Своеобразный подарок спасателям, у которых скоро профессиональный праздник. И тут неумолимо столетия чередой, ты крепкий мой Владимир, ты вечно молодой. Профилактическая работа будет продолжена в планах у спасателей провести показательные уроки по всей области. Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Подводят итоги. 2018 год был объявлен годом добровольца. Для владимирских волонтеров он выдался очень насыщенным на различные события. Помимо этого, за год деятельность добровольцев достаточно серьезно систематизировалась. А также обзавелась своим собственным законом о волонтерстве. Подробности в нашем следующем материале. Год добровольца для волонтеров выдался богатым на события. Чемпионат мира по футболу, территория смыслов на Клязьме, а также региональные форумы. Волонтерская деятельность бесспорно полезна для общества, но может и навредить. Есть сферы, в которых волонтер должен быть специально обучен. Безопасность на мероприятиях. Чья это ответственность? Волонтеров или все-таки организаторов? Об этом разговор без галстуков. Инициированной Молодежной Думой при ЗАГС собрании. Мы собрали ребят, участников волонтерских различных движений и мероприятий разных направлений. Поговорить о такой насущной тематике. Ну и конечно поблагодарить их за большую работу. Буквально на прошлой неделе состоялось подведение итогов Всероссийски. На Всероссийском уровне года добровольца, на которых участвовал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Но мы в нашем регионе решили тоже в свою очередь от Молодежной Думы организовать такое своеобразное подведение итогов. Промежуточное все-таки подведение. Потому что хоть год и заканчивается, а добровольческое движение и волонтерская деятельность остается в сердцах участников. Деятельность волонтера за этот год сильно изменилась. Появились определенные направления. Например, есть волонтеры-медики, которые ездят по отдаленным малонаселенным пунктам, где оказывают медицинскую помощь людям. И помогают обустраивать фельдшерско-акушерские пункты. Есть волонтеры-событийные. Это те, кто занимается организацией крупных культурно-массовых мероприятий. Молодежная Дума при ЗАГС Собрании и Молодежный Совет при Департаменте Культуры инициировали появление волонтеров специально для мероприятий культурного назначения. В том числе способствующих сохранению историко-культурного наследия, что актуально для Владимирского края. Сейчас эта инициатива выходит на всероссийский уровень. И есть шанс, что на территории всей страны будет создано такое направление волонтерства. За последний год очень многое поменялось в работе именно волонтерского движения. Так как и Молодежная Дума при Загнодательном Собрании Владимирской области и учебные учреждения, в которых мы учимся, они стали очень выделять значимое отношение именно к волонтерам и именно к добровольцам. Именно поэтому наша работа систематизировалась и мы стали четко понимать, в каких мероприятиях мы какую помощь должны оказывать. На ближайшее время у добровольцев огромное количество планов. Здесь и благотворительные баллы, посвященные сбору денег людям с онкозаболеваниями. И посещение детских больниц. Волонтеры именно те люди, которые не забудут поздравить детей с Новым годом и подарить им больше тепла. Константин Миронов, Шестой канал. Синоптики прогнозируют сегодня вечером в Владимире облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит 1 градус ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет пасмурно, выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 1-3 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова